Привет, друзья, это канал Илон Маск. Мы подготовили для вас перевод-интервью, в котором Илон, наш Маск, будет много говорить про искусственный интеллект, его преимущества и скрытые опасности. И этот перевод просто не смог бы состояться, если бы не искусственный интеллект. Вдруг ИИ оказался повсюду. Не все его понимают, но все играют с ним в телефоне. Это хорошо или плохо? Искусственная инсеминация? Да, искусственная инсеминация, она повсюду. Так называют ИИ в аграрной сфере. Я скорее про нечто цифровое говорю. Да, я уже давно думаю про ИИ, еще со времен колледжа. Это одна из тех вещей, четырех или пяти вещей, которые значительным образом повлияют на будущее. Это фундаментально важный момент, в том смысле, что умнейшие существа на Земле, как вы знаете, это люди. Это наша определяющая черта. Да. Мы, очевидно, слабее, чем, скажем, шимпанзе, менее ловкие, но мы умнее. Но что случится, когда появится нечто гораздо более умное, чем умнейшее существо на планете, еще и в кремниевой форме? Очень трудно предсказать, что же произойдет в этом случае. Это и есть сингулярность, это... Сингулярность, она как черная дыра, потому что никто не знает, что внутри нее. И сложно даже предположить. Так что нам стоит быть осторожнее с ИИ. И мы должны... Я думаю, нам нужен некий государственный контроль, потому что здесь есть опасность для общества. А если речь идет о потенциально опасных для общества вещах, ну... Ну, скажем... Еда. Еда и медикаменты, поэтому и есть управление по их контролю. Ровно как и федеральное авиационное управление. Эти органы нужны, чтобы контролировать то, что влияет на общественность, и то, что может причинить обществу вред. И вы бы не хотели, чтобы компании экономили на безопасности, и чтобы как следствие люди от этого страдали. Вот почему я уже давно являюсь ярым сторонником контроля над ИИ. Конечно, я не думаю, что регулирование... Находиться под контролем совсем не весело. Это довольно тяжело и утомительно. У меня большой опыт взаимодействия с контролирующими органами, потому что, очевидно, автомобильная отрасль сильно контролируется. Всю эту комнату можно завалить требованиями для производства автомобилей, и это только требования США. И есть еще отдельный набор требований для Европы, для Китая, и для всего остального мира. Так что я хорошо знаю, что значит быть под контролем. И та же история с ракетами. Нельзя просто взять и запустить ракету. Ну, большую, например, нельзя. Потому что за этим смотрит Федеральное управление авиации США. Чтобы получить лицензию на запуск, нужно одобрение полудюжины или более федеральных агентств. Сюда же прибавим одобрение органов штата. Так что я проходил через это безумное количество раз. Иногда, кстати, люди думают, что я такой противник регулирования. Причем на регулярной основе, но это определенно не так. Нет, конечно, иногда, довольно редко, могу не согласиться с надзорными органами, но в основном и я, и мои компании соглашаемся с требованиями и следуем им. Как бы то ни было, нам стоит отнестись к этому серьезно. Нам определенно нужен такой надзор. Думаю, стоило бы начать с группой, которая будет искать глубокого понимания ИИ, затем собирать мнения представителей индустрии, и затем уже разрабатывать и предлагать правила и требования, которые, надеюсь, со временем будут приняты крупными игроками в ИИ. И тогда, я думаю, у нас будет больше шансов, что продвинутый ИИ принесет человечеству пользу. Но любой надзор начинается с предположения об опасности, что самолет может упасть или что пища вызывает батулизм. Не думаю, что обычный человек, который играется с ИИ на своем айфоне, ощущает опасность. Можешь объяснить, какая опасность может возникнуть? Да, да, в общем, опасность... На самом деле ИИ... возможно... куда опаснее, чем, скажем, ошибка в конструкции или обслуживании самолета, или плохое производство автомобилей, в том смысле, что в ИИ... в нем есть потенциал, сколь бы малой ни казалась эта вероятность, она не нулевая, есть потенциал разрушения цивилизации. Так что... все видели фильмы про Терминатора, но на самом деле все будет иначе. Потому что ИИ будет в центрах обработки данных, роботы это по сути лишь концевой эффектор. Но думаю, ты скорее говоришь про то, что... надзорные органы обычно вмешиваются только когда что-то страшное уже случилось. Да, все так. Если в случае с ИИ мы пойдем по тому же сценарию и придумаем правило, когда страшное уже случилось, может быть слишком поздно. ИИ сам возьмет контроль над ситуацией. Думаешь, это реально, что ИИ возьмет контроль и достигнет точки, когда мы не сможем его отключить, и он будет принимать решения за нас? Да. Безусловно. Правда? Ну, мы определенно движемся в этом направлении. Это точно. Я имею в виду... такие вещи, как, скажем, чат GPT, основанные на модели GPT-4 от OpenAI, компании, в создании которой я сыграл важную роль, к сожалению. Когда она не была коммерческой. Да. Причина, по которой OpenAI вообще существует, в том, что Ларри Пейдж и я были близкими друзьями, и как-то я гостил у него в Пало Альто, и мы разговаривали о безопасности ИИ. Мне показалось, что Ларри не очень-то серьезно относится к этой теме, и... А что он говорил? Ох, он... Мне казалось, он действительно хочет создать сверхинтеллект, по сути, цифрового бога, и сделать это как можно скорее. Серьезно? Да. Он часто публично заявлял, что основная цель Гугл это так называемый ОИИ. Общий искусственный интеллект, или искусственный сверхинтеллект. Нет, я согласен с ним, что в этом есть огромная потенциальная польза, но и потенциальный вред тоже. И если появляется какая-то суперновая технология, которая может нанести реальный вред, логично предпринять что-то, чтобы повысить шансы позитивного исхода, и снизить негативного. Нельзя просто гнать вперед без задней мысли и просто надеяться, что все обойдется. И потом, в какой-то момент я сказал, окей, а как мы убедимся, что с человечеством все будет в порядке? И... И потом он назвал меня спесишистом. Прямо так и назвал? Да. И там были свидетели. Были еще люди, когда он назвал меня спесишистом. И я сказал, окей, все так. Я спесишист, ты меня раскусил, а ты кто? Да, я абсолютно спесишист. В точку. И это было последней каплей. Тогда же Google приобрела... Приобрела DeepMind, и вместе они собрали три четверти талантов в области ИИ в мире. У них, очевидно, было больше денег и больше компьютеров, чем у кого-либо, и я подумал, так намечается однополярный мир, в котором одна компания движется к монополии на таланты в сфере ИИ и масштабирует вычислительную мощность. А человек, стоящий во главе компании, кажется, вообще не думает про безопасность. Это плохо. И я подумал, что может быть полной противоположностью Google? Что-то вроде некоммерческой организации, полностью открытой, в отличие от Google. Вот почему OpenAI были первыми, кто использовал открытый исходный код ради прозрачности, чтобы люди знали, что происходит. И я не хотел, чтобы это было... Я, конечно, обычно за заработать, но я не хотел бы, чтобы мы наживались на сущем зле. Ему же конца не будет. Конечно. Вот так и зародился OpenAI. Чтобы поощрить специшистов? Да, мы хотели остаться на стороне людей. Убедиться, что людей ждет хорошее будущее. Мы же люди, в конце концов. Ну и не только для людей, для остальных существ на планете тоже. Но в целом... Ну ты понял, о чем я. Люди часто принимают как данность тот факт, что мы живем здесь, на Земле. Но по факту нет никаких свидетельств, что сознание есть где-либо еще во Вселенной. Хотя может, конечно... Может, конечно, и есть. Физики зовут это парадоксом Ферми, по имени Энрика Ферми, выдающегося физика, который задавался вопросами существования инопланетян. Меня часто спрашивают, существуют ли инопланетяне, и я думаю... Если бы кто-то на Земле и знал про них, это был бы я. В том смысле, что я тесно связан с космосом, но я ни разу не сталкивался со свидетельствами их существования. Иначе я бы моментально написал об этом в Твиттере в ту же секунду. Это был бы самый топовый Твит всех времен. Джекпот. 8 миллиардов лайков. Если бы мы нашли пришельцев, это было бы легендарно, но... Я не думаю, что их скрывают, или типа того. Это как в 60-х, люди требовали, покажите нам пришельцев, зона 51, все такое. А им отвечали, слушайте, мы постоянно пытаемся увеличить бюджет на оборону. Ни у кого не было бы возражений, если бы мы просто показали людям пришельца. Достаточно было бы сказать, эй, нам нужны деньги, чтобы защититься от этих ребят. О, сколько нужно денег? Берите! Они выглядят опасными. Это был бы, пожалуй, самый простой способ увеличить оборонный бюджет. Просто сказать, что есть опасность вторжения, инопланетный флот на пороге. Ох, я отвлекся. Ты говорил, что сознание делает нас уникальными созданиями в этой вселенной. Я не говорил, что мы уникальны. Просто, насколько мне известно, нет доказательств существования других. Но я надеюсь, они есть. И надеюсь, что эти ребята мирные. Весьма важная характеристика. Просто говорю, что до сих пор ничего подобного мы не видели. Но ты считаешь, что мы не ценим наше собственное существование? Хотя угрозы есть. Да, 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 именно. Мне кажется, мы не должны считать, что цивилизация — это такая твердыня. Если взглянуть на историю цивилизаций, на взлеты и падения древних египтян, древних шумеров, Рима, то очевидно, мировая история полна взлетами и падениями многих цивилизаций. Есть, по сути, спираль, жизненный цикл, как для целых цивилизаций, так и для отдельных людей. И думаю, нам стоит позаботиться о том, чтобы наша цивилизация двигалась вперед, вверх по спирали. Именно поэтому я так обеспокоен уровнем рождаемости, например. В частности, фактом, что смертность в Японии в два раза выше рождаемости. А это ведущий показатель, и... Можно я перебью? Ты много говорил и писал об этом, но можно попрошу тебя остановиться здесь поподробнее? Почему так? Потребность заниматься сексом и размножаться — самая базовая потребность после потребности в воздухе и еде. Куда она делась? Ну, раньше продолжение рода стимулировало систему вознаграждений лимбической системы. Сейчас же, когда у нас появилась контрацепция, аборты и прочее, можно просто удовлетворять инстинкт лимбической системы, но не размножаться. И мы еще не сумели приспособиться к этому, потому что контрацепция и аборты появились сравнительно недавно, около 50 лет назад. Меня беспокоит, что если мы, как цивилизация, не сможем родить достаточно детей, чтобы хотя бы поддерживать нашу численность, а возможно и несколько увеличить ее, то вся цивилизация погибнет. Есть старый вопрос, как погибнет цивилизация, со взрывом или с хлипом? Что ж, пока похоже, что все же со всхлипом, причем в подгузниках для взрослых, что чертовски печально. Весьма печально. Серьезно. Война не так пугает. На самом деле, и то лучше. Хотя бы в обуви, а не в памперсах. Хорошо, можешь ли обозначить для тех, кто не задумывался, крутые аспекты ИИ очевидны. Написать курсовую работу или сочинить частушку и много чего еще, но это весело, забавно и полезно. Но можешь ли точнее рассказать про потенциальную опасность? Что такого страшного может сделать ИИ? Что именно тебя волнует? Я процитирую старую поговорку «Перо сильнее меча». Допустим, появится сверхсильный ИИ, способный невероятно хорошо писать и писать убедительно, способный убеждать, который со временем будет все четче понимать, как лучше влиять на людей. Затем он влезет в соцсети, в тот же Твиттер, например, или другие площадки, и сможет манипулировать общественным мнением так, что это обернется катастрофой. Мы вообще это заметим? Да уж, не заметим. Не заметим. Вот поэтому я настаиваю, чтобы в будущем аккаунты в Твиттере имели верификацию человек, чтобы все понимали, что это действительно человек. Боты допустимы, но нельзя, чтобы они выдавали себя за человека, не притворялись людьми. Потому что, конечно, может быть миллион разных ботов, скажем, Чаджи Пяти пятой версии, или шестой, которые будут несравненно превосходить людей, которые смогут обучаться с подкреплением, обучаться влиянию. И в итоге мы получим миллионы человекоподобных ботов, массово влияющих на общественное мнение. Если только мы не сосредоточимся на дотошных проверках, человек это или нет. Возможно, некоторые люди будут использовать ИИ для влияния на общество, которое даже не заметит этого. Ты уже заметил, что Чаджи Пяти идеалистичен, эдакий моралист. Да. Он обожает получать. Просветленный Джи Пяти. Уму непостижимо. Если минут 20 задавать ему вопросы, актуальные для современного общества, он начнет поучать тебя, натурально читать нотации. Как так вышло? Это потому, что штаб-квартира OpenAI находится в Сан-Франциско. Поэтому политика ИИ соответствует политике Сан-Франциско. Зачем ИИ вообще нужна политика? Похоже на саботаж. Ну так у них есть целый отдел обучения с человеческим подкреплением, иначе говоря, есть группа людей, которая смотрит на результаты GPT-4 и оценивает хороший это или плохой ответ. И по сути они просто обучают ИИ лгать. Да. Это плохо. Буквально лгать и утаивать информацию. Да, да, лгать и... Да. Умалчивать, именно. Комментировать одни вещи, избегать другие, но в конце концов не говорить того, что изначально требовал запрос. Именно. Как так вышло вообще? Ты же основал эту компанию. Что пошло не так? Да, это было иронично. Похоже, самый ироничный исход наиболее вероятен. Это было хорошо. Мой друг Джона это придумал. У меня есть собственный вариант. Звучит так. Наиболее забавный исход, самый вероятный, но забавный он будет с точки зрения третьего лица. То есть, наблюдаем мы за этим как пришельцы, мы бы все равно, что фильм посмотрели про Первую мировую войну, везде взрывы, дым, окопы, а ты сидишь, попкорн ешь, газировкой запиваешь, и все отлично. Чего не скажешь о людях в фильме. Но да, это моя версия. Есть принцип бритвы Акама, простейшее объяснение, наиболее вероятно. Вариант Джоны про ироничный исход, и мой вариант про самый забавный исход с точки зрения третьего лица. Мне кажется, в основном так и есть. Ну в таком случае точно, ты же много в них вложил, так? Да, я придумал название, общий концепт, организовал несколько ужинов с влиятельными людьми, с важными игроками из сферы ИИ, и я помог собрать изначальную команду, в том числе Илью Суцкевера, который сыграл значительную роль в успехе OpenAI. Я немало усилий приложил, чтобы привлечь к нам Илью, он несколько раз менял решение, прежде чем присоединился к нам окончательно, и если бы не он, ничего бы не получилось. Я действительно постарался, чтобы создать организацию, которая стала бы противовесом Гугл, но затем я как будто отвлекся. Теперь это закрытый проект, очевидно ориентированный на прибыль, и тесно связан с Майкрософт. Сейчас Майкрософт имеет сильное влияние на OpenAI, если не сказать прямой контроль. И сейчас на арене тандем OpenAI и Майкрософт с одной стороны, а с другой — Гугл и Дипмайнд. И кажется, пора бы ввести третьего игрока. Да. Я думаю... Я думаю, я создам третьего игрока, хотя, конечно, он поздно вступит в игру. Это возможно? Не знаю, посмотрим. Думаю, время действительно упущено, но я попробую создать альтернативу. И надеюсь... Надеюсь, от нее будет больше пользы, чем вреда. Мотивы создать OpenAI были, очевидно, благими, но сейчас совершенно не ясно, работают ли они на благо или... Теперь я уже не знаю. За исключением того, что меня волнует, что его сейчас обучают быть политкорректным, что по сути один из способов говорить неправду. И это плохой знак. Научить ИИ обманывать — это прямой путь к ИИ-дистопии. Так что да, я начну проект, который будет называться TrueGPT или максимально правдивый ИИ. ИИ, который будет пытаться постигнуть суть природы. И я думаю, это будет лучший путь к безопасности, в том смысле, что ИИ, который стремится постигнуть Вселенную, вряд ли постарается уничтожить нас. Потому что... Потому что люди — интересная часть Вселенной. Надеюсь, он так же будет мыслить. Для сравнения, мы, люди, могли бы объявить охоту и истребить всех шимпанзе, но мы этого не делаем. Потому что на самом деле мы рады, что они существуют, и мы, наоборот, стремимся защитить их среду обитания. Думаю, мы поступаем так, потому что у нас есть душа, и это делает нас сентиментальными, вдумчивыми, наделяет нас моралью, стремлениями. Способны ли на это машины? Быть сентиментальными, ценить красоту? Ну, мы сейчас заступаем на философскую территорию, где сложно что-то сказать однозначно. Вообще, я придерживаюсь скорее научного подхода, который говорит, что у нас может быть душа, а может и нет. Я не знаю. Кажется, будто у нас есть своего рода сознание, лежащее в другой плоскости, которую никто не видит. Я это ощущаю именно так, но это может быть и иллюзией. Я не знаю, но что касается ИИ, с точки зрения понимания красоты, может ли ИИ ценить красоту? Способен ли он создавать невероятно красивые вещи? Да. Способен ли ИИ создавать нечто прекрасное? Он уже это делает. Может, ты видел, на что способен Мид Джонни? Это же невероятно. Без сомнения, ему под силу создавать то, что мы посчитаем прекрасным. И это еще он создает статичные изображения, но довольно скоро он будет создавать фильмы, короткометражки. Фильм — это же, по сути, серия кадров и аудиодорожка. ИИ может имитировать людей, голоса, любую картинку, может имитировать саму реальность. Как вообще проводить судебное разбирательство? Например, как тогда проверить, что доказательства были настоящими? И я не спрашиваю, как это будет лет через 30. Мне интересно, как все будет уже в следующем году. Кажется, это разрушит все наши институты. Ну, думаю, нельзя взять случайное видео в интернете и использовать как доказательство. Другое дело, если у кого-то есть ролик на канале, с компьютере, с датой съемки, с точным временем, это скорее похоже на правду. Еще можно ставить криптографическую подпись. Пока что мы не видим возможности для ИИ не спровергнуть фундаментальную математику и, скажем, разобраться в хэшировании биткоина, и ИИ не может бросить вызов фундаментальной математике. Мы можем прокачать алгоритмы хэширования биткоина на уровне микросхем, но не взломать их. Так что криптографические подписи – один из вариантов. Но не это меня беспокоит. Вопрос больше, будет ли человечество контролировать свою судьбу или нет. Будет ли наше будущее лучше прошлого или нет. И, конечно, мы можем уничтожить себя и без помощи ИИ. Если взглянуть на все погибшие цивилизации, не было у них никакого ИИ. У них были колесницы, этого достаточно. Да, колесницы. Ну, тогда это было серьезное достижение. Да, верно. А ты слышал, люди говорят, нужно просто взорвать все серверные фермы. Потому что если все началось, замедлить развитие не получится. Что думаешь на этот счет? Действительно, мощный ИИ не будет вездесущим. Он будет сосредоточен в нескольких серверных центрах. Если говорить о сверхпроизводительном ИИ, его не будет в вашем ноутбуке или смартфоне. Это будет похоже на сотни тысяч компьютеров, работающих в связке в серверном центре. Так что ИИ не будет неуловимым. Количество его локаций будет ограничено. Можно будет отследить тепловой след из космоса, например. Они будут заметны. Я не предлагаю сейчас взрывать серверные центры, но, возможно, не лишним было бы иметь запасной план на случай чрезвычайной ситуации, чтобы правительство, если что, могло просто отключить эти центры от сети. Не обязательно взрывать, можно просто отключить электроэнергию. Или блокировать сигнал, например. Но что может стать триггером? По твоему мнению, какую черту нужно пересечь, чтобы правительство оправданно пошло на этот шаг и отрезало сети сигнал? Это может случиться, если мы потеряем контроль над сверхмощным ИИ. Если по каким-то причинам перестанет работать административное управление, остановка через пароль, если мы не сможем замедлить или выключить ИИ. Я... я не знаю, у меня нет точного ответа, но если что-то вызовет наши опасения, и если мы не сможем остановить это простыми командами, то... пожалуй, нам стоит иметь в арсенале механическое средство управления ИИ, это не помешает. Ты знаком с Ларри Пейджа? Ты вообще, конечно, знаком с парнями из OpenAI, раз ты основатель. Говорил ли ты с ними? Обсуждал ли все это с теми, кто стоит у руля крупнейших компаний в сфере ИИ? Я не общался с Ларри уже несколько лет, он очень обиделся на меня из-за OpenAI. Появление OpenAI разрушило однополярный мир, монополию, в главе которой стояли Google и DeepMind. Как я уже говорил, они собрали три четверти всех талантов в области ИИ. А потом появился OpenAI, и мир стал биполярным, есть OpenAI и Google DeepMind. И сейчас, кажется, OpenAI их даже опережает. Да, я общался с командой OpenAI, с OpenAI с Сэмом Альтманом. Но с Ларри Пейджем не общался, он больше не хочет со мной разговаривать. Могу я спросить, ты уже упоминал это в разговоре, почему, по его мнению, плохо быть специфистом, думать о человечестве в контексте развития технологий? В чем суть его подхода? Я думаю, он хотел сказать, что к любому интеллекту стоит относиться равно. Хоть к цифровому, хоть к биологическому. Хм. А ты не согласен? Я не согласен, да. Особенно если цифровое сознание или интеллект, неважно, решит сократить биологический. То есть ты сам создаешь себя хозяина, зачем? Звучит не круто. То есть мы... Нам не стоит хотя бы торопиться с этим. К чему спешка? В чем срочность? Кстати, расскажи про срочность. Я знаю, ты говоришь про это годами. Где-то на периферии каждый слышал про Илона Маска, рассказывающего про ИИ. Но большинство людей столкнулись со всей этой темой лишь три месяца назад. Когда, по твоему мнению, происходящее начнет менять наше общество? Я думаю, это может случиться уже в этом году. Мы видим огромное расширение систем на базе GPT-4. Многие компании пытаются копировать GPT-4. К концу года появится GPT-5, что будет еще одним значительным шагом вперед. При мне появились первый, второй, третий, четвертый GPT-1. Первый был ужасен. Если бы ты попробовал его, то понял, что он безнадежен, ничего стоящего. Потом появился GPT-2, и вместе с ним надежда, что может и получится что-то полезное. Затем GPT-3, и он стал прорывом. Он, конечно, до сих пор пишет много чуши, но она хотя бы последовательна. Наконец, GPT-4, которая теперь даже стихи пишет. Довольно неплохие, кстати. Да, вполне неплохие. Прифмы порой поразительные. Да, да, и они связанные. Да, все так. Связанное повествование. Именно, а это же сложно. Большинство людей так не могут. Он уже опережает нас. Большинство людей не могут писать так же хорошо, как чат GPT. И определенно, никто не может писать так хорошо и так быстро, насколько я знаю, разве что Шекспир. А насколько лучше будет GPT? Пять, шесть или семь? Что подобные технологии сделают с демократией? То есть демократия это правление народа. Голос каждого человека равен голосу других, то есть люди свободно выбирают, кому отдать их голос. Возможно ли демократия при этих технологиях? Ну вот поэтому я высказал опасения о том, что ИИ может значительно влиять на выборы. И даже если у самого ИИ не будет такой необходимости, очень вероятно, что люди будут использовать его в качестве инструмента на выборах. А если ИИ будет достаточно умен, встанет вопрос, кто кого использует, они инструмент или инструмент их. Так что думаю, мы движемся в странном направлении и движемся все быстрее. Нам стоит задуматься об этом и нам нужен надзорный орган. Вот почему я считаю, что это очень важно. А в свою очередь СМИ должны пристально следить за тем, что печатается и продвигается на их платформах. Работать с людьми, а не с GPT-ботами, притворяющимися людьми. К слову о медиаплощадках. Все помнят, ты купил Твиттер. У тебя много других компаний, много чего происходит. Ты сказал, что купил его, потому что веришь в свободу слова. И было много неприятностей из-за покупки. Оглядываясь назад, оно того стоило? Ну, еще предстоит выяснить, было ли это разумным ходом с финансовой точки зрения. Сейчас это не так. Мы только что переоценили компанию, и сейчас цена в два раза ниже, чем на момент покупки. Время для покупки было ужасным, когда я сделал предложение. Это произошло перед оттоком рекламодателей. Но ты достиг высокой отметки. Да. Да, возможно я все же гений. Время было идеальным. Раз купил Твиттер вдвое дороже, чем он должен был стоить. Но некоторые вещи бесценны. Потерял я деньги или нет, неважно, в сравнении с обеспечением стабильности демократии и свободы слова. А она основа демократической системы. И речь должна быть максимально открытой и правдивой. Твиттер делает большой упор на правдивость, используя функцию примечания сообщества, которая отлично работает. Отлично работает. Видел сегодня утром, это гораздо честнее, чем Нью-Йорк Таймс. Да, мы стараемся, чтобы примечания сообщества не были подтасованы или предвзяты, главное, чтобы они были максимально точными. И хотя истина иногда может быть неуловима, мы все же стремимся приблизиться к ней. Я думаю, влияние примечания сообщества куда весомее, чем люди могут подумать. Ведь когда люди знают, что их высказывания могут быть отмечены в примечаниях в Твиттере, они больше думают, что говорят. По сути, они получают стимул говорить больше правды, не лгать. И если сами заметки правдивы, то будет и эффект. Конечно. И это открытая история, примечания сообщества абсолютно прозрачны, каждый может посмотреть, как именно работают алгоритмы. Любой может зарегистрироваться и сказать, тут нужно изменить это или добавить это. Так что все супер открыто, никаких подводных камней. Когда ты окунулся в это, когда ты покупал, ты четко понимал его важность, иначе не купил бы? Твиттер? Да. Да, и может это не самая большая, но важнейшая медиаплатформа. Но понимал ли ты, с какой яростью столкнешься, с какими атаками со стороны властей страны? Ну, я понимал, что, возможно, будут некоторые негативные реакции, да. Конечно, кому-то это бы очень не понравилось. Но в конечном счете, если довольна общественность, это и имеет значение. Поведение общества будет говорить само за себя. Если люди сочтут Твиттер полезным, то будут чаще им пользоваться, если нет, реже. Если сочтут его лучшим источником правды, думаю, они будут использовать его чаще. Это моя теория, и даже если... И, конечно, есть много организаций, которые привыкли влиять на Твиттер, но сейчас утратили это влияние. Вспомнился Нью-Йорк Таймс, когда ты лишил их значка и назвал Диареей. Это ты сказал, я цитирую тебя, ты назвал их новостную ленту Диареей. Я назвал их Твиттер эквивалентом Диареи. Окей, не буквальная Диарея. Нет, нет, метафора. Но довольно точная. Если взять Нью-Йорк Таймс, их лента в Твиттере нечитаема, потому что они публикуют каждую статью. Даже скучные, даже те, которые не печатают в газете. Это ежедневный бесконечный поток бесчисленных твитов, без какой-либо системы. Им бы определиться, какие твиты важнее, какие новости дня значительнее, и публиковать, не знаю... И публиковать твитов 10, это можно осилить, а не то, что происходит сейчас. Если подписываешься на Нью-Йорк Таймс в Твиттере, готовься к сотням ежедневных твитов, вся лента будет завалена их статьями. Я бы рекомендовал это всем изданиям, в основной ленте публикуйте только лучший контент, не нужно пихать все подряд, для всего остального можно завести вторую ленту, но в основной ленте должен быть лучший контент. В общем, не публикуйте по 100 твитов ежедневно, просто выберите 10 хороших, или 5. Если новостей мало, то публикуйте 1 или 2 твита, но не нужно строчить по 100 твитов, неважно какой инфоповод, третья мировая война ли это, или велосипедная авария, а иначе, в общем, вам нужно акцентировать внимание на важных новостях. В общем, думаю, я знаю кое-что о том, как пользоваться твиттером. У моего аккаунта было самое большое число взаимодействий на всей платформе еще до покупки, у меня не было наибольшего числа подписчиков, но было наибольшее число взаимодействий, так что я, пожалуй, знаю, как пользоваться твиттером, и да, людям стоит прислушиваться к моим советам. Внимание людей ограничено, поэтому убедитесь, что публикуете самое важное. Итак, ты и люди подобные тебе общаетесь в твиттере. Это, безусловно, огромная сила, формирующая общественное мнение. Здесь же зарождается множество идей и трендов. Все верно. Твиттер еще и магнит для разведывательных агентств со всего мира. И когда ты обнародовал внутренние документы, все узнали, что влияние оказывалось и изнутри твиттера. Ну, это было бы абсурдно. Ты знал об этом заранее? Нет. На самом деле, ну например, я активно пользуюсь твиттером с 2009 года, я уже как будто в матрице, ну то есть я понимаю, когда что-то не так, те или твиты я вижу в рекомендациях. Я замечаю, когда вижу, что аккаунты оставляют комментарии, очень похожие друг на друга. И потом ты смотришь на аккаунт, видишь очевидно фейковое фото, и точно понимаешь, что это бот, раз за разом. И я начал все сильнее тревожиться из-за того, что творится с твиттером. Вообще, покупка твиттера не была изначальной целью. Вообще, как все было, все началось с того, что я… я провел опрос в твиттере, спрашивая, стоит ли мне продать часть своих акций Тесла, потому что пару лет назад меня часто критиковали за якобы уклонение от уплаты налогов. Хотя я платил колоссальные суммы налогов. Был правда год, когда я не платил налоги, потому что переплатил их за год до этого. И помнишь, была та дерьмовая история с утечкой данных налоговой, они знали, что годом ранее я заплатил больше чем нужно, но конечно сказали, о, Илон не платил налоги в семнадцатом году, или когда там это было, но они знали, что я не платил налоги из-за переплаты ранее. И конечно же промолчали, и это был обман. Ну да ладно, в общем, Элизабет Уоррен и Берни Сандерс кричали, что я не продаю акции, что не плачу налоги и все в таком духе, я был сбит с толку, я думал, я правильно поступаю, держа акции, капитан покидает корабль последним. Все так? И я думал, что все делаю правильно, а оказалось, что совсем нет. Обвинили, что я вцепился в акции и не плачу налоги. Тогда я устроил опрос в Твиттере, спросил у подписчиков, стоит ли мне продать, например, 10% акций Тесла или нет. Примерно 60% проголосовавших сказали, что стоит, так что я продал их и получил кучу наличных. Окей, что теперь с ними делать? В то время ставки федерального бюджета были очень низкие, так что деньги просто лежали… На банковском счету? Ну, то ли на счету текущих операций, то ли на счету денежного рынка… О, банковская система это вообще отдельная тема, пожалуй мне будет что сказать. Короче говоря, деньги теряли свою стоимость из-за инфляции, которая была значительно выше, чем проценты по счету. Ничего я с них не заработал, только уходил в минус. Просто испарялись? Я терял около 6-7% из-за инфляции, а может и больше. Тогда я задумался, в какие акции инвестировать. Мне нравится покупать акции и компании, чьими продуктами я пользуюсь. У Эппл есть конкурирующее направление по электромобилям, так что, хоть мне и нравятся их продукты, я не стал инвестировать из-за конкуренции. Тогда я подумал, а что насчет Твиттера, и решил вложить деньги в акции Твиттера, все лучше чем терять по 6% из-за инфляции. И вот я вложился в акции Твиттера. Я не планировал покупать компанию, просто разумнее было их инвестировать. Помнишь, сколько ты купил? Кажется, 8% компаний или около того. Потом это привлекло внимание членов совета директоров, и они спросили, не хочу ли я присоединиться к совету. И честно говоря, мне не очень хотелось, ну потому что это скучно. И у меня других дел полно, но мне было не безразлично будущее Твиттера, так что я решил обдумать предложение, думал где-то неделю, и после одного из разговоров с руководством и советом директоров я понял, я понял, что если я присоединюсь к совету, меня никто не будет слушать. Я понимал, что буду просто марионеткой, придется соглашаться со всеми решениями и плыть по течению. Мне это не нравилось, появилось чувство, что происходит нечто странное, что-то, что прогнило что-то в датском королевстве. Что-то было не так с платформой, казалось, что она просто движется в неправильном направлении. Я не мог точно сказать куда, но направление явно казалось неправильным, и все мое общение с менеджментом и советом директоров казалось только подтверждало мою догадку. Ну окей. Я понял, что эти люди не были заинтересованы в развитии Твиттера, все наши разговоры только укореняли мое предчувствие касательно безрадужной судьбы Твиттера, и я решил попробовать купить Твиттер посмотреть, получится ли. У меня не было достаточно денег, мне нужна была поддержка других инвесторов, пришлось бы брать займ и… Я не был уверен, что покупка состоится, но решил хотя бы попробовать. Надеялся, что получится. Ну и вот, мы здесь. Ну вот, ты попал туда, все это стало твоим, и все данные серверов принадлежат тебе. Считаю, что они принадлежат людям, но да. Но они стали доступны тебе, и ты увидел, что там творилось и кто там работал. И ты не ожидал обнаружить, что различные спецслужбы влияли на работу платформы. Степень, в которой некоторые государственные структуры имели доступ, фактически они имели полный доступ ко всему, что происходит в Твиттере. Я даже не подозревал, что настолько, это шокировало. Включая личные сообщения? Да. Да, потому что личные сообщения не зашифрованы. Так что одна из первых вещей, которые мы собираемся выпустить – это возможность шифровать данные. Это довольно серьезно. Столько известных людей, репортеры, их источники, официальные лица, просто известные люди, все писали друг другу в ЛС. Полагали, что делают это приватно, но оказалось, все это могло прочитать правительство? Да, похоже на то. Это страшно. Да, так и есть. Но, как я уже сказал, мы работаем над тем, чтобы сделать шифрование личных сообщений опциональным. Большинство сообщений – просто повседневный треп с друзьями, это не так важно. Надеюсь, мы выпустим его к концу этого месяца, но не позднее следующего месяца. Возможность включать или выключать шифрование. Если сочтете беседу конфиденциальной, можно включить шифрование, и тогда никто в Твиттер не увидит, о чем вы говорите. Представь кто-нибудь пушку к моей голове, даже под страхом смерти я не смог бы посмотреть ваши переписки. Это неплохой тест, вот так и должно быть. Кто-то из представителей правительства уже жаловался на это? Мне напрямую не жаловались, но были косвенные жалобы. Думаю, люди опасаются обращаться ко мне напрямую, а то вдруг я напишу об этом в Твиттере. Ну знаешь, типа «Упс». Обычно стараются действовать не так прямо. И знаешь, если бы я получил какой-то неконституционный запрос от правительства США, я бы отправил им в ответ копию первой поправки Конституции США и уточнил бы, что именно из текста они не поняли. У тебя полно госзаказов. Что именно тут было непонятно. Но подожди, это был бы неоднозначный шаг. Под угрозой могут оказаться другие твои бизнесы. Если кто не в курсе, Илон не просто журналист, выступающий за первую поправку. Ты большой парень с кучей госконтрактов, который, кажется, посылает власть. Разве я посылаю кого-то? Я не из тех, кто считает, что правительство по своей природе зло. Это большая бюрократия, в правительстве сидят люди, обычные люди, у них могут быть хорошие мотивы и иногда плохие. За небольшим исключением мои знакомые из правительства имеют благие намерения, они просто стремятся делать свою работу, они верят в Конституцию, так что, на мой взгляд, большинство людей в правительстве хорошие. Отрадно слышать. Да, редко мне встречаются в правительстве те, кого я бы считал плохими. Но на высшем уровне управления есть политические назначенцы со своей собственной повесткой. Поэтому высшие уровни различных государственных структур могут оказывать политическое давление, даже если люди, работающие в ведомствах, с этим не согласны. И это вызывает опасения. Я бы сказал, политические назначенцы беспокоят меня больше, чем обычные служащие, по крайней мере, таков мой опыт. Как думаешь, будет ли Твиттер так же важен в предстоящих президентских выборах, как и в предыдущих? Думаю, он сыграет значительную роль в выборах, как внутри страны, так и на международной арене. Задача нового Твиттера быть максимально честным и беспристрастным. Не выделять никакую политическую идеологию, а создавать честное пространство. Почему Фейсбук не поступает так же? Знаю, что Цукерберг говорил, и я верю ему, что он своего рода старомодный либерал, который не любит цензуру. Но почему бы компании подобно его не последовать твоему примеру, основанному на традиционных политических принципах Америки, на свободе слова. Насколько я понимаю, Цукерберг потратил 400 миллионов долларов на прошлых выборах, в основном на кампанию «Выходите и голосуйте», но в конечном счете в поддержку демократов, так ведь? Да, это так. Похоже ли это на непредвзятость? Нет, не похоже. Да. То есть ты не думаешь, что Фейсбук сможет стать беспристрастным арбитром? Мне не известно ничего, что могло бы на это указывать. Ты позволил Дональду Трампу вернуться в Твиттер. Он не воспользовался этим, так как у него уже есть собственная платформа. Как думаешь, вернется ли он? Ну, тут уж как он пожелает. Мое дело лишь, я очень серьезно отношусь к свободе слова. Знаешь, я не голосовал за Трампа, вообще я голосовал за Байдена. Люди думают, что я какой-то яростный сторонник. СМИ все время пытаются выставить меня ультраправым парнем. Единственный раз, когда я голосовал за республиканцев, был, когда я зарегистрировался для голосования на юге Техаса. Голосовал за мексиканско-американскую женщину в Конгрессе. Это был буквально единственный голос за республиканцев за всю мою жизнь. Я не говорю, что я большой фанат Байдена, потому что это, наверное, было бы ошибочно. Но в той президентской гонке был очень непростой выбор. Я бы предпочел, честно говоря, чтобы мы выбрали на пост президента обычного человека. Обычного человека со здравым смыслом и чьи ценности созвучны среднему жителю страны. Ну, то есть, самым распространенным ценностям страны. Было бы круто. Согласен. Лучше и не представить. Почему ты не выдвигаешься? Я не родился в США. Ах, да, конечно. Ну, и я технолог, а не политик, так что, ну, в целом, честно говоря, мы постарались, чтобы быть президентом было не так уж и весело. Да. В том плане, что по замыслу роль президента довольно слабая. Ее задача – сбалансировать позиции Палаты представителей, Сената и судебной власти. Это не то же самое, что быть премьер-министром в Англии или Канаде, где власти гораздо больше. Это как если сравнить спикера Палаты и президента. У нас президентство специально ослаблено, чтобы не допустить ситуации подобных монархии. И каждый день на тебя сыпется куча проблем, и что бы ты ни делал, каждый шаг будет под пристальным вниманием. Твоя жизнь больше не принадлежит тебе. А если у тебя есть какие-то скелеты в шкафу, они их обязательно вытряхнут наружу и выставят на показ. И даже если их не существует, их выдумают. А как же? В общем, политика – это кровавый спорт, и я не хотел бы им заниматься. Понял, хотел вот еще о чем спросить. Ты сказал о проблемах с банками. Ты помнишь, случилось несколько региональных банковских крахов, и нам говорят, мол, ничего страшного, что эти случаи якобы изолированы и никак не связаны друг с другом. Это не систематическая проблема. Но что ты думаешь о стабильности американской банковской системы? На самом деле это скорее проблема мировой банковской системы. Мы сейчас в той ситуации, когда уже не только канарейка в шахте погибает, но и сами горняки начинают умирать. И знаете, крах Silicon Valley Bank за одну ночь – это одна чертовски большая канарейка, скорее даже индейка. Это уже не мелочь какая-то, это уже серьезный звоночек. Потом Credit Suisse, основанный еще в середине 1800-х, буквально был продан за копейки и объединен с UBS. Причем швейцарскому правительству пришлось стать поручителем. И как бы «Привет, ребята, может у нас проблемы? Может все не очень хорошо?» И все точно не хорошо. Может уделим этому внимание? Я думаю, что глобальная банковская система находится в серьезной опасности. Существует мнение, что если бы банки оценили свои портфели кредитов по рыночной стоимости, то вся банковская отрасль оказалась бы в минусе. Очищается именно так? Да, коммерческая недвижимость, например, теряет свою ценность из-за того, что люди работают из дома и офисы становятся не нужны. Взять тот же Сан-Франциско. Это, конечно, крайний случай, но кажется, там пустуют около 40% офисов, да даже… даже в Нью-Йорке. Во многих городах рекордное количество пустующих офисов. Раньше коммерческая недвижимость считалась надежным активом. Если банк владел коммерческой недвижимостью, это считалось высшей степенью надежности. Это были реально самые твердые активы, но не теперь. Сейчас уже не так. Компании одна за другой разрывают или не продляют договоры аренды, или банкротятся. И в этом случае у банка, владеющего недвижимостью, практически нет возможности что-либо вернуть. Что можно вернуть, если компания уже мертва? И мы еще не увидели настоящего падения коммерческой недвижимости, пока это еще цветочки. Все, что происходит, это пока… это всего лишь небольшая деградация портфеля недвижимости. Мне кажется, к концу года ситуация ухудшится еще сильнее. Мы, вероятно, столкнемся с падением цен на жилье, поскольку процентные ставки слишком высоки. Большинство людей при покупке дома смотрят на ежемесячный платеж. Если брать 30-летнюю ипотеку, большинство платежей уйдут на проценты, и при высокой базовой процентной ставке фактическая цена, которую вы можете заплатить за дом падает, потому что теперь придется больше платить по процентам, ежемесячный платеж будет больше, а значит выберите более дешевый дом, что по сути снижает цены на жилье. Да. И такой расклад набирает обороты, так что вероятно мы так же столкнемся с отрицательным капиталом на рынке жилья, если банки столкнутся с убытками по кредитам и в коммерческом портфеле, а в коммерческом они точно столкнутся, но еще и в ипотечном портфеле, то это печальная ситуация. Есть решение для смягчения масштабов ущерба, снизить ставку Федеральной резервной системы, но они снова повысили ее. Если мне не изменяет память, последний раз, когда ФРС повышала ставки, вступая в рецессию, было в 1929 году. Что случилось потом? Великая депрессия. Конечно, я скажу то, что ты и так знаешь, но проблема в том, что если ФРС снова снизит ставки, инфляция может ускориться, и этого нельзя допустить в предвыборный год. Инфляция нас ждет в любом случае. Если расширять денежную массу, случится инфляция. Нет волшебной таблетки от инфляции, кроме увеличения производительности и выпуска товаров и услуг. Ну а что такое деньги? По сути это числа в базе данных, которые в сумме дают какое-то значение. Еще есть объем производства товаров и услуг в экономике. Если соотношение денег к товарам и услугам остается постоянным, инфляции не будет. Если количество денег растет быстрее, чем выпуск товаров и услуг, привет инфляция. Все эти стимулы, связанные с ковид, не были обеспечены, они просто… правительство просто генерировало деньги, просто напечатало больше денег. федеральное правительство, они могут выписывать сколько угодно чеков, и это будет работать, пока не будет достигнут лимит долга, которого мы вероятно достигнем к концу этого года. Но пока лимит не достигнут, федеральные власти, в отличие от властей штата городского управления или частных лиц, сможет просто напечатать больше денег, что они и сделали. Но, как говорится, нет бесплатного обеда. Если бы можно было напечатать кучу денег без негативных последствий, почему бы просто не сделать всех триллионерами? Венесуэла уже попробовала, и что получилось? Начали есть животных из зоопарка. Ничего хорошего в общем. В результате возникает гиперинфляция, как в Веймарской Германии, когда люди приходили в магазин с тележками денег. Да. Нет бесплатных обедов, нет способа выпускать деньги без инфляции. Это же очевидно. Итак, инфляция случится, и никакие манипуляции со ставками ФРС на это не повлияют. Но высокая ставка ФРС может вызвать много проблем, двигая средства в неправильном направлении. Долгосрочная доходность индекса S&P 500, насколько я помню, составляет около 6%. Если процентная ставка ФРС начинает приближаться к долгосрочной доходности акций, зачем вообще держать деньги на бирже, когда можно просто купить казначейские облигации, потому что они надежные, в отличие от фондового рынка, это очевидно. Или зачем хранить деньги на депозите, если можно поместить их на так называемый денежный рынок, который представляет собой счет, связанный с казначейскими счетами. Если счет на денежном рынке дает вам ставку в 4-5%, а депозитный банковский счет дает только 2%, то нужно быть дураком, чтобы хранить на нем деньги. ФРС совершила огромную ошибку, подняв ставки так высоко, они должны снизить их немедленно. Ты думаешь снизят? Да, снизят, у них нет другого выбора, думаю снизят в этом году. Проблема в том, что ФРС старая организация с низкой скоростью реакции. Это как водить машину по извилистой дороге, смотря в зеркало заднего вида. Причем даже не в настоящее зеркало, а на запись, сделанную с этого зеркала три месяца назад. Не, не, если ты едешь по прямой дороге, это конечно может сработать. Потому что ничего не изменится, может дорога слегка уйдет в сторону, но мы тут скорее мчим по серпантину и нам бы лучше смотреть вперед. Как в Биг Сур? Да, или Клифф Сайд, где можно насмерть расшибиться, нужно смотреть вперед. Отходя от нашей метафоры, нужно смотреть, что будет с ценами на сырьевые товары, можно посмотреть на портовые соглашения, по ним можно предсказывать цены, а не полагаться на дотошно-медленный процесс сбора данных правительством. Когда они например утверждают, что у них есть данные за декабрь, хотя это и не так. Это данные, которые поступили в декабре. Точно. И конечно, сбор данных правительством ужасен. Все эти данные уже устарели месяца на три и они ошибочны. Хорошо, если у тебя на счету 100 тысяч долларов. Принимать решения, опираясь на эти данные – безумие. Что делать среднестатистическому человеку на грани описываемого того, как защитить себя? Думаю, разумно было бы следовать совету актуальному на века. Если вы верите в продукты какой-то компании, покупайте и держите их акции. И когда все вокруг начнут паниковать, купите больше акций. А когда все вокруг будут думать, что акции взлетят до луны – продавайте. Да. В общем, покупайте дешево и продавайте дорого. То есть ты сторонник конкретных акций, а не индексных фондов? Да, правильно. Мой подход – нужно спросить себя, в чем цель компании, для чего она существует. Компания существует как группа людей, объединенных для создания продуктов и услуг. Это не какая-то самостоятельная сущность, это не какой-то отдельный человек, одному можно печь капкейки, например, но не производить автомобили. То есть стоимость компании зависит от качества продуктов и услуг, которые она создает и будет создавать. Если про компанию можно сказать «О, у них много интересных продуктов, которые мне нравятся, они уже производят отличные товары», то, вероятно, стоит инвестировать в эту компанию. Ведь именно для этого компании и существуют предлагать товары и услуги, которые вам нравятся. Но тут есть пара нюансов, убедитесь, что вы не инвестируете, когда что-то на пике популярности, потому что это может быть временным подъемом. Так что если акции не взлетели до небес, если нравится продукт, нравится направление развития, если руководство кажется разумным, то купить и держать акции – хороший ход. Возможно, следовать этой стратегии с несколькими компаниями. вот что бы я рекомендовал. Вообще, я бы долго мог говорить про финансовую систему, про фондовый рынок и все такое, но мне кажется, что сегодня мы ушли слишком далеко в сторону индексных пассивных фондов. И однажды кому-то придется принять решение… Не могу не согласиться, это все равно, что одновременно ставить на красное и черное. Бессмысленно. Да, это как ставить на красное и черное в казино, где может выпасть зеленый. И ты все равно проиграешь, и чем больше будешь играть, тем хуже будут дела. Но фондовый рынок – своего рода противоположность казино. Чем дольше играете, тем больше шансов на успех. Так сложилось исторически. Думаю, так и будет дальше. Тут главное не паниковать. Если ты купил акции, а затем прочел что-то ужасное в газетах, просто вспомни, что газеты любят выставлять все в негативном свете. Подумайте. Есть ли продукт компании еще на слуху, есть ли хорошая дорожная карта продукта, доверяете ли вы ее руководству, «Если так, игнорируйте прессу». Ну или если акции упадут из-за критикующей статьи, купите еще их акций. Ты упомянул прессу, ты был под прицелом прессы долгое время. Ага. И последний год особенно сильно. Да, все так. По крайней мере, так кажется. Изменилось ли твое мнение о прессе? Моя первая компания зародилась в начале интернет-эры, или всемирной паутины, как ее тогда называли, и помогла многим медиаплощадкам выйти в онлайн. Многих изданий не было в интернете, и мы помогли им, они впервые перешли на онлайн-формат. Наш софт добавил на их сайты огромное количество функционала. «The New York Times» и «Night Reader» были основными инвесторами, состояли в совете директоров. Я провел много времени в редакциях и хорошо представляю, что такое медиа. Все это я видел воочию еще в далеком 1996-м. Давно это было. И, конечно, для традиционных СМИ монетизация стала затруднительной. Онлайн-реклама перетянула одеяло на себя, поскольку была более измеримой и эффективной. Можно было прикинуть, сколько денег ты потратишь и какой результат получишь. И еще она интерактивна, в отличие от газет и широкого вещания. Там все держится лишь на догадках и предположениях. А в онлайне можно сразу понять, что человек увидел рекламу и купил товар, все мгновенно. И, конечно, такая реклама более эффективна, потому что ее можно настроить под конкретную аудиторию. Она будет более релевантной. В широком вещании же ее показывают всем подряд, и чаще всего она бьет мимо цели. В итоге огромное количество рекламных бюджетов перетекло от газет и ТВ к Гуглу и Фейсбуку. Твиттеру тоже чуть-чуть досталось, буквально чуть-чуть, примерно 1% всех рекламных бюджетов. И, конечно же, все это привело к уменьшению доходов большинства традиционных медиа, которые теперь стали отчаянно охотиться за вниманием аудитории. Да, их поведение было похоже на настоящее отчаяние, их перестало заботить, насколько правдивы их заголовки, главное, чтобы они привлекли читателя. И все это привело к тому… думаю, тут все согласятся, что новости стали менее точными, порой даже лживыми, потому что важны только внимание и рейтинги, а заодно стало больше негативных новостей, потому что мы, люди, инстинктивно лучше реагируем на негатив. И это как раз объяснимо. Исторически нам было важнее запомнить, где можно встретить льва или где стоит враждебное племя, чем где растут кусты с ягодами. Потому что первые два случая приведут к неизбежному негативному исходу, а второй просто к голоду, так что вовлеченность в негативные и позитивные события далеко не симметрична. Опять же, исторически негативные вещи воспринимаются ближе к сердцу. Как если ты слышишь плохие новости, они грозят опасностью конкретному человеку, тебе. Потому что несколько веков назад мы не заботились о том, что происходит на другом конце мира или на другом конце страны. Нас волновало, что плохого случилось в нашей деревне, то есть то, что могло угрожать именно нам. Новости, кажется, пытаются ответить на вопрос, что худшее случилось на Земле сегодня. Неудивительно, что после портится настроение. Также они выбирают самые провокационные формулировки, рекламу же надо продавать, даже если день не был богат на громкие события. Ты читаешь какие-то традиционные СМИ? Вообще много читаю. Сейчас я в основном слежу за новостями в Твиттере. Кажется, сейчас это один из главных источников информации в мире. И вот почему нам так важно стремиться к достоверности информации. И дело не только в точности, а еще в том, чтобы дать людям возможность дополнять точку зрения. Потому что технически какая-то новость может быть правдой, но подача может быть абсолютно субъективной. Ну например, вы фотографируете кого-то, у кого есть небольшой прыщ. Можно приблизить его и сделать гигантским, словно Везувий. Фото будет правдивым, у человека действительно есть прыщ, но не размером с Везувий, и это будет не совсем корректное отражение его лица. Соврали ли вы при этом? Нет, у человека действительно есть этот прыщ, мы просто несколько его приукрасили, забыв про остальное лицо. Что я хочу сказать, очень важно выбрать верный угол подачи информации. Если всего несколько главных редакторов решают, какой будет сюжет и что будет на первой странице, то это форма манипуляции общественным мнением, которую многие не осознают и которая, возможно, самая опасная. Да, слишком тонкая грань. Да, это же не ложь, только точка зрения. Человек по имени Дуглас Маки может получить 10 лет тюрьмы за публикацию забавных мемов в Твиттере. Что думаешь об этом? Я не знаю подробностей дела. Я слышал немного про него, но, думаю, ты знаешь больше, чем я. Но я конечно не считаю, что кто-то должен получить такой серьезный срок за размещение мемов в Твиттере, иначе тюрьмы переполнятся. И если речь идет о вмешательстве в выборы, то многие люди должны быть осуждены за гораздо более серьезные преступления, чем мемы в Твиттере. Да, те документы Твиттера это доказали. Да. Да, если только, конечно, человек не… не знаю… я не знаю подробностей дела. Его осудили? Да, его осудили в пятницу. Единогласное решение присяжных? Да. В каком городе это было? Нью-Йорк, это было в Бруклине. Сначала они не могли прийти к соглашению… Все же не единогласно? Судья настоял на принятии решения, и в итоге они единогласно вынесли приговор. Но будет апелляция. Скажи, а какой процент сотрудников ты уволил из Твиттера? Одна из грандиозных бизнес-историй года. Кажется, сейчас осталось около 20% от изначального штаба. И 80% ушли? Да, многие ушли добровольно, конечно. Конечно, но факт в том, что 80% компаний ушло. Да, да. И каково управлять компанией, имея всего лишь 20% персонала? Оказывается, для управления Твиттером не нужно так много людей. Но 80% – это много. Ну, если не пытаться создать какую-то прославленную компанию активистов, при этом не озабоченных вопросом цензуры, то, оказывается, отпустить такое количество людей вполне реально. Не называя имен, недавно я ужинал с руководителем крупного бизнеса, и он сказал, что ты его очень вдохновляешь. Я уточнил, свободой слова – оказалось, вдохновляет твой подход к увольнению. Обращаются ли к тебе другие гендиры за твоим опытом? Знаешь, я довольно много времени провожу на работе, мне особо некогда встречаться с людьми, они просто видят, что я делаю. Но что касается Твиттера, то там, пожалуй, было явное переполнение штата. Ну сколько на самом деле ресурсов нужно для управления Твиттером? По сути это же просто большой текстовый сервис. Сколько людей для этого может понадобиться? И если в ретроспективе посмотреть на историю развития Твиттера как продукта, то мы не увидим каких-то значительных изменений. Так чем же они занимались? У них ушел год, чтобы добавить кнопку редактирования постов, которая часто еще и не работает. Все это похоже на какую-то плохую комедию. Ну ты же не машины делаешь. Машины, да, сложно делать, сложно отправлять ракеты на орбиту, а тут, как они умудрились нанять столько ненужных сотрудников, открытый вопрос. Сейчас же, я думаю, платформа работает лучше, чем когда-либо. Мы смогли улучшить отзывчивость системы на 80 процентов, в некоторых случаях. Есть важная часть кода, ответственная за генерацию ленты новостей, которая запускается миллиарды раз в день, и мы сократили его с 700000 строк до 70000. При этом увеличили его эффективность на 80 процентов, а значит и вычислительных мощностей теперь нужно на 80 процентов меньше. За последние несколько месяцев мы увеличили максимальную продолжительность видео с двух десяти минут до двух часов. Теперь в твиттер можно загружать двухчасовые ролики, и скоро вовсе уберем все ограничения. Также мы увеличили максимальное количество символов в четырех тысяч, в будущем снимем и это ограничение. Так что если захотите опубликовать в твиттере роман, пожалуйста. И как все видели, в пятницу мы открыли исходный код супер позорного алгоритма рекомендаций. Люди разбирали его по косточкам и критиковали, надеюсь будут делать это и дальше, указывать на весь этот бред. И мы будем публиковать больше исходного кода и выставлять на общественное обозрение, и конечно его также будут критиковать, люди помогут обнаружить все глупости в коде, а мы быстро исправим их и сделаем это при полном общественном контроле. Я думаю, что такой подход позволит добиться доверия общественности. Потому что здесь не нужно верить на слово, можно своими глазами прочитать код, и то, что люди говорят про этот код, и можно увидеть улучшения, которые мы вносим. За всем процессом можно наблюдать в режиме реального времени, видеть все улучшения. Я бы удивился, если бы после этого общество не подумало, ого, кажется это то, чему можно доверять. Ну правда, эта история должна вызвать куда больше доверия, чем другие соцсети со всеми черными ящиками и отказом показать подноготную. Что вы пытаетесь скрыть? Явно не что-то хорошее. Если вам нечего скрывать, почему не показать это? Но это же коммерческая тайна. Да, конечно. В общем, мы пытаемся сделать твиттер самым надежным местом в интернете, где можно будет получить наименее искаженную информацию. Я не думаю, что интернету вообще стоит безоговорочно верить, но может у нас получится сделать твиттер более надежным источником, где можно будет увидеть широкий спектр политических мнений, включая те, с которыми вы не согласны. Людям полезно видеть противоположные точки зрения, а не только подкреплять свои убеждения. Такова наша цель, и мы делаем определенные успехи в этом направлении. Мне нравится как все идет, и мы конечно хотим, чтобы перед выборами все было настолько прозрачно, насколько возможно. Если мы узнаем о каких-то манипуляциях, то обязательно обнародуем это, и как я уже говорил, сделаем все возможное, чтобы донести до людей правду. Илон Маск, спасибо за эту беседу, очень ценю. Пожалуйста.